Гость народной волны. Хороший гость. Общительный гость. Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Владимир Гольштейн. Сегодня у нас очень необычная программа из цикла «Место встречи», потому что сегодняшняя наша программа называется «Место встречи. Открытый космос». И у нас в гостях сегодня герой России, действующий космонавт, космонавт-испытатель Роскосмоса Александр Мисуркин. Здравствуйте, Александр. Владимир, добрый московский вечер. Добрый день всем, кто нас слышит. Да, добрый день. Ну, у нас тут точно день, у вас вечер. Вы находитесь в Москве, а вот если не секрет, вы у себя дома в Москве, да? Да, да, ага. А вот, если еще раз не секрет, а в каком районе Москвы вы живете? В Подмосковье, если быть точнее. В Подмосковье. Ну, что ж, друзья. Да, недалеко от звездного городка. Вот, видите, вот это то, что многие хотели услышать, и у них это получилось. Недалеко от звездного городка. Да, вот, отлично, сейчас вы в кадре. Ну, что ж, друзья, я хочу, знаете, не каждый день на радио бывают космонавты. Совсем немного и космонавтов, и астронавтов в мире, пока на планете Земля. И Александр Мисуркин один из них. Я хочу коротко его представить, и сделаю я это с помощью абзаца из Википедии. Итак, Александр Александрович Мисуркин, российский космонавт-испытатель, герой России, 116-й космонавт России и 531-й космонавт мира, совершил два космических полета к Международной космической станции на транспортных пилотируемых кораблях. Ну, здесь шифры кораблей не имеют значения. Соответственно, полеты были в 2013-2017 годах. Участник двух основных космических экспедиций на МКС во втором полете был командиром экипажа космического корабля и командиром экипажа Международной космической станции. Продолжительность полетов составила 334 суток, но здесь и минуты, и часы, и минуты. Совершил 4 выхода в открытый космос. Общая продолжительность работы в открытом космосе 28 часов 13 минут. Ну, вот такие дела. То есть мы с вами беседуем самым настоящим, уже как бы настоящее некуда, действующим космонавтом. Ну, и хочу еще сказать, перед тем, как мы начнем нашу беседу, собственно, две вещи хочу сказать. Первое, наше интервью было согласовано и общение с Александром на уровне Роскосмоса, именно потому что это настоящий действующий космонавт, это вполне естественно, нам пришлось эту процедуру пройти. И второй момент чисто технически. Мы поговорим с Александром первые полчаса, а во втором получасе нашей программы, после небольшой рекламной паузы, как всегда, мы откроем микрофоны, и можно будет задавать Александру, позвонив нам в студию, вопросы. Вы нас хорошо слышите, Александр, да? Да, Владимир, отлично. Все, Чикаго на связи, и, как говорят у вас в таких случаях, предварительное, промежуточное, главное, подъем. Так говорят или уже не так? Очень похоже, да. Похоже, но я старался. Я даже выучил еще фразу, но сейчас ее забыл, о том, что сначала отошла кабель мачта. Ну, ладно. Да, видите, я... Подготовлены к полету. Я... Нет, все, отлично. Вот уже как минимум одна хорошая новость для меня на сегодня есть. И вот как раз по поводу полета. Вот скажите, я у вас хочу спросить, у вас было два очень длительных полета, две длительных космических экспедиции, как принято говорить. И вот наступает этот момент, да? Вот вы в спускаемом аппарате с коллегами или с вашими подчиненными, когда вы были командиром экипажа, все уже сели, сработали двигатели мягкой посадки, все хорошо, открыли люки, вот он этот ветерок, очевидно, в казахстанской степи. И вот это и есть момент счастья такой настоящий, когда уже там, ну, сбежали все вертолеты, сели? Или момент счастья все-таки больше, когда вот где-то там, вот как раз когда отошла кабель мачта, перегрузки, когда выход на орбиту, когда больше счастья? Владимир, спасибо большое, вопрос очень интересный. Чувствуется уровень вашей подготовки к интервью, и от этого глубокое к вам уважение. Я старался, спасибо, да. Вы знаете, вот действительно, наверное, в момент контакта подъема, то есть как только ракета оторвалась от стартового стола, мне в голову пришла мысль, промелькнула очень быстро, что вот оно, настоящее счастье. А в момент посадки, ну, вернее, после схода головного обтекателя, когда можно было посмотреть в иллюминатор, но при этом ты активно вовлечен в процесс управления, и надолго, так скажем, отвлекаться на наблюдение красот нельзя, мельком глянув в иллюминатор, увидев изогнутый горизонт, непривычно изогнутый, пришла вторая мысль, все-таки она круглая, я имею в виду о нашей планете, вот. А после посадки был такой, скорее, наверное, выдох, потому что в этот момент, ну, ты прошел тот этап, когда на твоих плечах лежал такой серьезный груз ответственности, ты понимаешь, что на тебя рассчитывали, ты понимаешь, что сделал ты то, что должен был, по субъективной оценке, там, на 4 с плюсом, как минимум, что хорошо, и ты никого не подвел, и ты дома. Поэтому в этот момент такой выдох, все хорошо, я смог. Спасибо. Вот в продолжение как раз этого вопроса, при возврате из одной из ваших экспедиций, если я не ошибаюсь, из первой, ну, вы меня поправите, там была определенная нештатная ситуация, которая даже в Википедию попала. Можете чуть подробнее рассказать, если это не самый большой секрет, что случилось, ваши ощущения, и как из нее вышли, вообще это была просто техническая нештатная ситуация, в общем, ничего особенного не произошло, или действительно была некая опасность? Ну, сейчас так точно кажется, что ничего особенного не произошло. В общем, смысл в том, что момент входа, вообще, если представить космический полет и сравнить его с каким-то другим перемещением в пространстве, то его специфика заключается в том, что ты такие точки на траектории, и там очень короткие отрезки есть активного управления и активных действий, когда, так сказать, все свершается. И после этого относительно длительные участки баллистического полета по инерции, когда ты ни на что не влияешь и лишь ждешь очередной точки, когда что-то будет происходить. И вот этот микс такой очень интересный, когда ты ждешь, то ты находишься в относительно вынужденной позе, может быть, на длительной базе, не настолько комфортной, как хотелось бы, а когда начинаешь работать, ты ждешь этих моментов активного управления, вовлечения в процесс управления. И вот один из таких моментов, важных и критичных, вход в плотные слои атмосферы, в этот момент, когда, так скажем, спускаемый аппарат начал не просто по баллистической траектории лететь, он начал активно управляться бортовым вычислительным комплексом, вдруг в этот момент мы потеряли всю информацию о том, как происходит процесс управления, все ли штатное или что-то сломалось, то есть просто вся информация пропала. И что было еще в этой ситуации интересного, она отлично описана моим старшим коллегой Владимиром Афанасьевичем Ляховым, фразой, которая стала крылатой, как-то широко известной в узких кругах. То есть все астронавты и космонавты, приезжая на подготовку в «Звездный городок», они эту фразу уже получают, она передается от своих инструкторов, потому что Владимир Афанасьевич ее сказал лет уже, наверное, 30-40 назад, почти 40. Так вот фраза была такая «Все будет не так». И смысл этой фразы заключается в том, что на Земле вы готовитесь, можете готовиться к тысяче нештатных ситуаций, но в полете, в реальности вы столкнетесь с тысячей первой, неописанной вашей бортовой инструкцией на Земле. И вот также эта наша нештатная ситуация, она была нерасчетной, это называется нерасчетной. Поэтому, благо у нас был хороший фундамент базовой подготовки, который позволил из нее экипажам выйти. И была ли она критичной или не была, критичным было распознать, что случилось, потому что вариантов было два. Либо сломалась система управления впуском практически вся, и тебе нужно тогда срочно включить самый последний резерв, самый простой, самый третий по счету резерв. В этой ситуации ты останешься жив, но прилетишь не туда с большими перегрузками. Либо понять, что все работает штатно, но только пропала индикация. И в этом случае ничего делать не нужно. Не нужно переключить на самый последний резерв систему, с которой обратно возвратиться нельзя. И все это нужно было сделать быстро, при условии нарастания перегрузок, прекрасного вида плазмы за иллюминатором. В этом была сложность. Спасибо нашему инструкторам и командиру, мы правильное решение нашли и правильно все сделаем. А в Центре управления полетом, как они все это видели? Вообще они были, так сказать, в курсе всего, или для них это тоже было неожиданностью, они ждали от вас правильных действий? А Центр управления полетом на этом этапе уже не имеет связи с экипажем, поэтому они узнали о этой ситуации уже постфактум, когда мы были на земле. То есть они, вы были полностью предоставлены, ну, технически во всех аспектах этой ситуации, должны были принимать сами правильные решения. Вот я, кстати, не знал всех этих подробностей. Спасибо, потому что даже где-то проскользнула информация о том, что там что-то они отключили, вам не сказали. Ну, теперь я понял, что все совсем иначе. Они это, я имею в виду, как раз вот Центр управления, а я понял, раз, собственно, и связи-то не было, то об этом уже и речь не идет. Понятно. Хорошо. Все правильно. Да, вот момента уже нет. Входя в плотность этой атмосферы, уже никакой возможности передачи информации онлайн. Стук? Нет. Поэтому тут, может быть, на самом себе. Хорошо. Скажите, пожалуйста, ну, у нас так совпало, не совпало, наверное, нет случайности в мире. Мы беседуем буквально вот по горячим следам, сразу после того, как произошло событие определенное в космосе, которое, ну, и вы, и я прекрасно мы знаем. Стыковка космического корабля «Дракон» «Дрэгон», который запустил, ну, запустил он «Маск», это звучит так, да, рекламно, на самом деле, понятно, не только «Маск». Но, тем не менее, стыковка нового американского корабля с международной космической станции, мы знаем, что была даже некая ирония со стороны российских официальных лиц насчет перспектив вот в успехах американцев. Ну, вот это случилось. Как вы, как вообще, какое ваше отношение вообще ко всему этому? Это просто рядовое событие, его все ожидали, или здесь действительно, ну, некий успех, прорыв, вот как вы, как специалист, считаете? Во-первых, я считаю, что знаковость этого события заключается в том, что первые 60, практически 60 лет пилотируемой космонавтики на нашей планете пилотируемые полеты в космос осуществлялись под руководством исключительно, и силами исключительно государственных космических агентств и своей целью преследовали, в первую очередь, науку, отчасти политику, да, вот основной фокус. На сегодняшний день мы открыли, по сути, новую страницу в истории пилотируемых полетов в космос нашей земной цивилизации, потому что этот космический корабль и эта ракета сделаны коммерческой компанией, и в связи с этим я ожидаю, что вот этой точке опорной, с этой страницы в пилотируемых космических полетах начнет преобладать или большее место занимать смысл экономический. Что это моя позиция, да, по тому, что вот, по этому факту. А мы говорим сейчас с вами о старте Crew Dragon от компании SpaceX. Профессиональная, я искренне поддерживаю своих коллег. Земля, она в нашем сообществе, в моем понимании, очень маленькая. Наше профессиональное сообщество очень узкое. И искренне рад за коллег, поэтому только вперед. Что касается, вы отметили, шуток руководителей российской космической администрации, то, как они сами говорили, это были не шутки, это были некие такие способы предостеречь коллег от каких-то шагов, которые могут разрушить или негативно влиять на наше действие в космической программе совместной. И эти предостережения были услышаны коллегами. Поэтому, как и прежде, мы работаем вместе. И я думаю, что это, наверное, самый лучший пример взаимодействия с нашей цивилизацией и разных стран вместе в движении к одной общей цели. Ну вот, как раз в продолжение вашего ответа вопрос. СМИ пишут о том, что возможны полеты по обмену, то есть американские астронавты по-прежнему на союзах, а российские космонавты теперь уже вот на следующих моделях, на следующих вариантах корабля «Маска». Вы бы на «Драконии» полетели? Я не очень понимаю вопрос. То есть вы имеете в виду, доверяю ли я надежность этого корабля? Ну, я давайте по-другому спрошу, да. По-другому спрошу. Я понимаю, что вы еще планируете вообще побывать в космосе. Давайте вот с этого начнем. Вы бы хотели еще, и такая возможность есть с учетом, ну, всех моментов, связанных с рабочими ситуациями и так далее. В принципе, это возможно? Да, я сам себя со счетов не списываю, и наше космическое агентство тоже, поэтому я рассчитываю еще летать в космос. Вот, так вот, допустим, вам такая возможность предоставляется, и, предположим, вы сами можете решать, то ли вы, значит, попадете в экипаж, который летит, ну, по бартеру, да, так будем говорить, на этом корабле, или, значит, вот на «Союзе». Вы бы что выбрали? Безусловно, мне интересно иметь возможность полетать на разных кораблях, на каких только кораблях. Такая возможность присутствует, но вместе с тем надо четко понимать, если ты летишь, ну, для нас, для российских космонавтов, возможность полететь на корабле «Пейс-Х», она, ну, если, грубо говоря, да, или с минимальными какими-то функциями, связанными в работе корабля. На «Союзе», ты, который тоже, кстати, к слову сказать, постоянно модернизм, ты все-таки влечен в процесс, будь ты командир экипажа или бортинженер, поэтому вопрос хороший, я не могу прямо сейчас четко сказать. Конечно, я не буду против, если мне скажут, так, давай, ты летишь на корабле «Спейс-Х», и в то же время я не расстроюсь, если я полечу на «Союзе», потому что, в принципе, считаю, что как жизнь складывается, если ты что-то хочешь менять, есть силы, возможности менять, если понимаешь, что есть какие-то решения, зависящие не от тебя или факторы, складывающиеся так, как не ты сам решил, значит, нужно их принимать таким образом, чтобы видеть в них наибольшую, извлекать из них наибольшую пользу и видеть в них наибольшие плюсы. Так что плюсы для меня, безусловно, интересны. Интересен корабль компании SpaceX, минус в том, что будь я членом его экипажа, я понимаю, что я буду наименее вовлеченным и в его работу, и тут оптимизма меньше. Поэтому буду и рад, и в том, и в другом случае. Понятно, спасибо. Скажите, вот хотел какой вопрос вам задать. Ну вот сейчас космонавты длительное время, космонавты, астронавты длительное время находятся в космосе, а потом возвращаются на Матушку-Землю, там отдыхают, приходят в себя, и потом через какое-то время, если, да, в общем, и повезет, и хочется, и нужно, они опять летят, но большую часть времени проводят, как и вы сейчас, на Земле. Как вы считаете, в ближайшем будущем, возможно, иная перспектива, когда специалисты космоса, неважно, из какой страны они, наоборот, все-таки живут там постоянно, и там уже колонии создаются, тем более, если мы говорим о Луне, а дальше о Марсе, то это дорого и вообще не имеет смысла постоянно туда-сюда, и не сильно реально, то есть живут там, и только иногда, изредка попадают на Землю, а вся жизнь происходит там. Возможно ли это вообще, с точки зрения здоровья физического, ну и моменты психологические, вот это все, вообще это реально, даже если не говорить только сейчас о технике, уже вопрос, ну, как бы к вам, как к полному специалисту всех этих вопросов, к человеку, который долгое время находился на орбите, в двух экспедициях? Владимир, ну вы знаете, мне кажется, главное это ответить на вопрос, зачем, или вопрос, почему, да, зачем это нужно. Когда ты четко понимаешь, ради чего и что ты делаешь, тогда гордость мотивации и сил для того труда, который ты делаешь. С точки зрения прогноза, я бы не хотел давать какие-то прогнозы, но вы можете представить, что, например, если сегодня на международной космической станции экипаж может летать и год, может летать и полтора, и вернется домой живым и здоровым, если будет заниматься спортом, то, вот, например, на планируемой станции на орбите Луны, так называемый ее, как я понимаю, рабочее название Deep Space Gateway, так вот, экспедиции, которые обсуждаются на эту станцию, они смогут находиться там до 60 дней. И то, только в тот период времени, когда у нас прогнозируется низкая активность Солнца, не планируется вспышек на Солнце. Это говорит о том, что на низкой околоземной орбите мы находимся под защитой магнитного поля Земли от космической радиации. У Луны магнитного поля нет, следовательно, с точки зрения здоровья физиологического, большая проблема там находиться дольше. Просто понимая, что для решения этого фактора, защиты от радиации, на сегодняшний день ничего другого не придумали, как строить жилье на Луне, углубляясь в грунт, я не думаю, что мы скоро к этому придем, чисто технологически. Но, опять же, это вторичный фактор. Первичный фактор нужно понимать, зачем. Зачем нам нужно постоянное присутствие на Луне именно в формате не экспедиции, а в формате жизни там. Вот, ответив на этот вопрос, мы будем решать второй, как это сделать. Я пока для себя очевидных, ну, как бы для меня, на мой взгляд, на сегодня рациональным и очевидным вопросом как раз прийти к тому ответу, который нам скажет, даже да, вам здесь нужно присутствовать дольше. На глобальную перспективу я, конечно, понимаю, что и считаю правильным наше стремление человеческой цивилизации, ну, если так грубо говорить, размножиться по Солнечной системе именно с точки зрения безопасности, как минимум, с точки зрения собственной безопасности. Потому что от прилетов метеоритов, астероидов мы не защищены никаким образом. Вот. Но это на очень длинную перспективу. До, вот, на ближайшие, там, 10-20 лет нужно понимать, зачем мы хотим отправить человека, чтобы он жил на Луне или на Марсе, а на Землю возвращался в качестве подарка или отпуска. Я пока таких целей не вижу. Большое спасибо. Ну, что ж, друзья, сейчас мы уйдем на небольшую рекламную паузу и после этого перерыва мы откроем микрофоны и можно будет задавать вопросы герою России космонавту Роскосмоса Александру Мисуркину в прямом эфире. Спасибо. До новой встречи, которая будет у нас очень скоро. Гость народной волны. Хороший гость. Общительный гость. Друзья, мы продолжаем наш эфир. Необычный эфир, на мой взгляд. Потому что сегодня в программе «Место встречи» у нас космонавт исследователь, космонавт-испытатель, правильно, будет космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, герой России. Именно поэтому наша сегодняшняя программа не просто «Место встречи», а ее название «Место встречи» «Открытый космос». Александр, слышите нас? Да, Владимир. Прекрасно. Прекрасно. Это у нас любимый, знаете, в Америке Хьюстон, Хьюстон. Ну, с вами не тот позывной, я понимаю. Должен быть иной вы российский космонавт. Но я не зря вот такую, да, такую подводку сделал, потому что хочу вас спросить вот о чем. Ну, давайте вначале мы, как и обещали, напомним нашим радиослушателям телефон прямого эфира, потому что при желании уже можно звонить к нам в прямой эфир задавать вопросы космонавту Александру Мисуркину телефон 847-400-5200 847-400-5200 Ну, а пока я спрошу. Итак, в ваших экипажах, как я понимаю, в обоих экипажах были американские астронавты и во втором полете вы были командиром экипажа и командиром непосредственно командиром всех тех, кто находился на Международной космической станции. Я уже задавал вам этот вопрос в интервью, которое у нас в печати есть в одной из чикагских газет, но хочу его повторить. Так все-таки были ли какие-то отличия для вас в отношениях между вами и коллегами американскими астронавтами и космонавтами российскими? Это была первая часть вопроса. И сразу же вторая часть вопроса. Ну, что с вашей точки зрения нужно сделать, чтобы отношения между нашими странами были такими же продуктивными и просто прямо скажу теплыми, как они в открытом космосе и, к сожалению, не всегда на Земле. Давайте мы обязательно на эти два вопроса ответим, но все же я приму сейчас звонок и мы послушаем нашего радиослушателя. Слушаем вас в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Спасибо, пожалуйста, ответьте, если у вас есть такая информация. А вот этот корабль Dragon, который сейчас улетел с космонавтами, это корабль многоразового неиспользования созданной компанией Airspace Shuttle. Если вам не трудно, объясните, в чем принципиальная разница между этим кораблем и теми шаттлами, на которых наши космонавты американские летали в космос где-то еще 30 лет тому назад. И как вы считаете, реально ли перспектива использования этого нового корабля, как предполагалось, ну, для, как бы, туристических поездов в космос? Спасибо. Спасибо вам большое за ответ. Вопрос слышали, да, Александр? Да, да, спасибо. Я единственное, единственное, очень прошу вас, не очень, ну, как бы, я понимаю, что вы сейчас можете очень подробно как специалист ответить, но у нас еще много других вопросов. Если можно, вот еще увижу звонок, если можно, ну, коротко. да, я очень коротко как раз отвечу и такой аналогией. Если представить, что Space Shuttle или там российский Буран, который был тоже сделан, они очень похожи, это такой огромный грузовик, который может взять не только большой экипаж, но и очень большой груз и отвезти его на небольшое расстояние до низкой орбиты околоземной, то корабль типа Crew Dragon, он может, его, наверное, стоит сравнить с легковой машиной, которая в перспективе может летать не только на низкую орбиту, но и с помощью дополнительных модулей дооснащения летать дальше. То есть это некий автомобиль, который можно заправить, он меньше может взять груза, но при этом он может дозаправиться на орбите и полететь дальше. Space Shuttle такой возможности не имел. При этом он стоил гораздо, гораздо дороже. Ясно. Вот так вкратце. Спасибо. Ну, давайте мы еще примем, я свои вопросы не забыл, они обязательно будут, но мы сейчас приоритеты дадим радиослушателю. Слушаем вас в эфире. Объясните, пожалуйста, если можно. Вот для того, чтобы сойти с орбиты земной, корабль должен достичь второй космической, первой космической, нет, второй космической скорости. И вот при подлете к Луне, значит, придется ее затормозить, иначе он уйдет в космос. Дальше куда-нибудь вообще к чертям. А второе, вот в интернете все время, значит, говорят, что чем-то ляпнули по Луне, она зазвенела, значит, она пустая. Ну, если она пустая, то закон семейного тяготения работает совсем по-другому, и тогда бы ученые, тогда бы ракета точно промахнулась. Как вы к этому относитесь? И третий, как решается вопрос гигиены на станции и в космическом корабле? Спасибо большое, я для вас перегрузил. Спасибо. Запомнили? Спасибо большое. Три вопроса. Да, запомнил. Вы абсолютно правы, то есть, если мы говорим о полете к Луне, то изначально находясь на околоземной орбите, корабль разгоняется до второй, ну, или практически до второй космической скорости, а при подлете к Луне он должен затормозиться. Именно поэтому мы говорим о том, что, как правило, наиболее часто рассматриваемая схема полета, это когда связка, которая летит к Луне, она собирается на орбите. Это экипаж или там капсул, корабль с экипажем и выведенный другой большой ракетой лунный посадочный модуль и мощный двигатель с топливом, который позволит сначала разогнаться, потом тормозится у Луны и в обратном пути соответственно так же. Что если говорить теорию того, что Луна полая, один из, меня очень посчастливилось знать многих ученых, в том числе в сфере космонартики, один из них Вячеслав Грани Вячеслав Рушев припел у нас в Лос-Анджелесе и изучает как раз я задал ему однажды этот вопрос, как он относится к этой теории. Он, как доктор наук, один из топ-ученых исследующих космос, мне совершенно твердо и авторитетно ответил, что это неправда и правильно ваше логическое мышление, что будь Луна полая, то вряд ли бы она притягивала, вряд ли можно было бы оставаться на ее поверхности после высадки, поэтому никакая она не полая. Третий вопрос был про гигиену. Если совсем кратко, то я скажу, что это наименее романтичная часть профессии космонавта и астронавта. Если говорить по существу, то чтобы принять душ, мы используем влажные полотенца, влажные салфетки. Вот весь наш космический душ, космическая ванна. Это почти ответ на мой вопрос насчет того, можно ли постоянно жить в космосе и только иногда прилетать на Землю. Наверное, это очень грустно жить с влажными салфетками там всегда. Вот. Ну, я заодно хочу, друзья, сказать вам, что у нас модель сегодня, видимо, связи с космосом. Тут есть сбои в работе Скайпа. Ну, Скайп подстроился под названием программы «Место встречи открытый космос» и ощущение, что Александр у нас на орбите сейчас. На самом деле, он в Подмосковье. Это все дело в Скайпе, а не в системах, в станциях космической связи. Хотя, как знать, как знать. Хорошо, ну, вот теперь у нас есть возможность вернуться к моему вопросу насчет отношений с коллегами американскими астронавтами. Есть ли там отличия по сравнению в отношениях с ними и отношения с российскими вашими коллегами? Ну, и главная часть этого вопроса, так что же нужно сделать нам, чтобы так же хорошо друг к другу относиться во всех сферах жизни, вообще на Земле, как это происходит в космосе? Я говорю о в данном случае именно о России и Соединенных Штатах. Владимир, ну, я тоже частично повторюсь, отвечая на этот вопрос, как и в прошлый раз. Во-первых, я очень люблю свою профессию, в том числе за то, что она дала мне шанс увидеть и познакомиться достаточно глубоко с людьми в разных точках земного шара. И это дало мне понимание, что люди есть такие же добрые, порядочные, хорошие, или наоборот, не очень в любых странах, в любых государствах. Поэтому каких-то лишних стандартах делать, что вот эти хорошие, эти плохие, не категорически не влияя, и это абсолютно не соответствует действительности. Говоря о своем экипаже, я искренне могу говорить, что я очень счастливый, везущий человек, именно потому, что мне встречаются на пути те люди, у которых мне есть к чему учиться, на которых я могу уравняться к тому или иному. И говоря о том, есть ли какие-то межкультуральные особенности или нюансы в общении, наверное, они есть, но я не могу сказать, что и в моем опыте они как-то были острыми. Абсолютно нет. Мне очень не везло с экипажем оба раза. Никаких острых моментов, которые я должен был бы сначала подумать, сказать, ага, вот там россияне думает так, а американец вот так, поэтому этот вопрос надо строить по-другому. Такие казусные ситуации у меня случались на земле, когда я первый раз приехал в Хьюстон, а вот в полете такого ничего не было. И совершенно точно в полете отношения в экипаже гораздо лучше, чем отношения между странами. и связано это совершенно понятно, почему. Потому что в полете первое, люди совершенно четко знают, что они их преследуют общую цель, а второе, у них также есть общая опасность, которая всегда объединяет. Так же, как и на земле собственно было, когда если нации, страны, государства, народы объединялись либо общей целью, либо общей бедой, это лучшее, что их сплачивало, наверное. Поэтому, что нужно сделать, не хотелось бы, Владимир, чтобы под теорией, как вы спросили меня, всем пришлось полететь с нашей планеты на какую-то другую, чтобы таким образом мы только объединялись. да, ну, наверное, стоит помнить о том, что всегда конструктивнее объединять усилия для достижения общей цели, и тогда выиграют от этого все. Вроде бы истина прописная, но, наверное, нам чаще стоит друг другу и себе самим в первую очередь напоминать об этом. Понятно. Спасибо большое. Я напоминаю нашим радиослушателям и зрителям на Ютубе о том, что можно позвонить в прямой эфир и задать вопрос Александру Мисуркину телефон прямого эфира 847-400-5200. Ну, а у меня еще один вопрос, на самом деле не один. Я тут пользуюсь случаем и готов задавать много вопросов. Вопрос вот какой. Бытует такое мнение, что вот и у космонавтов тоже работает принцип тяжело в учении и легко в бою. Ну, по крайней мере, я слышал такие высказывания о том, что особенно трудно как раз при подготовке вам. Так вот, это на самом деле так, вот там все эти истории с центрифугами, с перегрузками, а потом вроде уже в полете и не все так страшно. Это на самом деле самое трудное? Или все-таки есть трудные ситуации, тяжелые в полете? Ну, например, уже объединю здесь все в этом вопросе. Вот в плане выхода в открытый космос, вот там же должно быть, ну, давайте это слово скажем, там же должно быть страшно, несмотря ни на что, когда уже вот все, ты вышел, только скафандр, а там вот вакуум и так далее. Так вот, все-таки самое тяжелое при подготовке или это не совсем так? Если так со стороны смотреть, я бы сказал, наверное, что этот там стресс, который ты должен преодолевать или сложности, они такие дозированные, ты их по мере твоего профессионального становления в процессе подготовки получаешь порциями, преодолеваешь их, становишься на ступеньку вверх, поднимаешься. Этот процесс, он продолжается и в полете. То есть ты, преодолевая разные сложности в процессе подготовки, становишься более уверенным в том, что ты можешь сделать, выполнить космический полет, психологически готовишься к нему, становишься более подготовленным. В процессе полета ты тоже сталкиваешься с определенными сложностями, но ты уже достаточно натренирован и у тебя достаточно навыков, чтобы справиться с этими сложностями в полете. Поэтому это такой равномерный процесс рост над собой в первую очередь, который не останавливается в полете. Я вообще считаю, что Друзья, у нас тут техническая небольшая заминка. Мы сейчас перенаберем Александра. Это ожидалось, это не связано напрямую с открытым космосом. Там момент чисто технический связанный вот сейчас снова с нами. Так, Александр, вы нас слышите? Да, слышу хорошо. Это называется «Мы задействовали резервный канал связи», да? Да, 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 да. Да, у нас просто мы перешли на резервный канал связи, вот на другой гаджет. Заканчивая отвечать на вопрос, да. Значит, я считаю, что как только человек перестал стремиться к саморазвитию, совершенствованию или понял, что он остановился в этом процессе, это по факту свидетельствует о том, что он уже начал откатываться назад или вниз. Поэтому очень люблю свою профессию именно за то, что она дает мне возможность расти над собой, а не только увидеть нашу прекрасную землю со стороны. Спасибо большое. Друзья, я видел звонок, просто мы не успели его принять, потому что отвечал Александр на вопрос. Вы звоните нам вновь, я постараюсь звонок принять. Ну, а пока хочу задать еще один вопрос. Ну, скажите, вот мы общались с вами вне эфира и вы говорили уже о том, что и в печатном интервью, отвечая на вопрос, говорили, что это как раз тот случай, когда вы мечтали о космосе с детства и мечта сбылась. Вот знаете, кем ты хочешь быть? Космонавтом, и тут все смеются, а это как раз тот случай, когда оно так и произошло. Тот редкий счастливый случай, когда все-таки случилось. Ну, я еще два слова скажу. Вы были боевым летчиком, испытателем, вернее, летчиком, просто военным летчиком. Это так, нет, до того, как стали космонавтом? Да, я летчик-конструктор по своему первому образованию. Да, ну, вот я задам вопрос, который я хотел, но нам все-таки дозвонились, давайте примем звонок от радиослушателя, а потом я задам свой вопрос. Мы вас слушаем в эфире. Будь любезна, скажите, эта ракета и космический корабль SpaceX, они были, в принципе, созданы и для космического туризма, по крайней мере, полета вокруг Земли. Как вы считаете, это вообще практически реально или с вашей точки зрения как профессионала это утопия? Будьте любезны, ответьте, пожалуйста. Спасибо. Давайте мы сейчас еще вопрос примем и уже на два ответим. Слушаем вас в эфире. Здравствуйте, спасибо большое за передачу. У меня такой вопрос. В последнем полете на Драгоне космонавты были в новых скафандрах. Вы можете что-нибудь о них рассказать? Можно ли в них выйти в открытый космос? как осуществляется подача кислорода, когда они сидят в креслах? Спасибо большое. Я послушаю по радио. Спасибо. Ну вот, два вопроса у нас было. Один был связан с космическим туризмом, ну а второй насчет специфики скафандров. Да, по поводу космического туризма я считаю, что это не только, это абсолютно не утопия, и когда мы говорили, что с этим полетом мы открыли новую страницу, человечество открыло новую страницу в своих пилотируемых полетах в космос, а именно в той части, что начнет преобладать экономический смысл, я и подразумеваю под этим первое из экономически оправданных направлений полета в космос, это как раз космический туризм, потому что вид нашей планеты со стороны, он настолько завораживает, когда я впервые увидел нашу планету со стороны уже из купола на нашей станции, на МКС. Давайте объясним, купол это модуль космической станции, в котором много иллюминаторов, и там уже, наверное, эффект такой, как обзорный такой модуль, все вокруг видно и вниз, и вверх, и по бокам, я очень примитивно специально говорю. И вот у меня практически дыхание, наверное, замерло. Я первый раз в жизни слух бесконтрольно начал разговаривать сам с собой при этом виде. А впоследствии я сделал себе такую, ну, разговаривать, чтобы вы правильно меня поняли, я так бы дословно сказал, неожиданно, для самого себя, я не могу поверить, я здесь. И рядом был командир мой, Крис Хаттелл, и он продолжил этой же фразой сам собой. Я тоже. Так вот, это то, что по-английски называется must see. Поэтому совершенно однозначно я уверен, что космический туризм будет теперь развиваться гораздо быстрее и гораздо более массово. Ну, надо в честь, вернее, правда, ради сказать, что с их единственной компанией, достаточно большое количество, которые работают над возможностями туристических полетов, суборбитальных и орбитальных. Поэтому я ожидаю в ближайшие годы активное развитие космического туризма. Что относительно скафандра, то у меня точно был такой же вопрос, как и у вас, относительно подачи тесторода. Совершенно точно надо разделять разные типы скафандров. Есть скафандры полетные, это как российский Сокол, или вот как данный новый скафандр компании Space X. Есть или их еще иначе называют варенье спасательные. Их целью является защита спасения жизни экипажа в случае разгарнитизации корабля. И второй вид скафандров скафандры предназначены для выхода в открытый космос. Они сами друг друга не заменяющие, друг друга абсолютно не могут они заменить. Поэтому говорить, что вот в этом скафандре можно выйти в открытый космос однозначно нет. Кроме того, у меня точно такой же профессиональный интерес, как и у вас, с точки зрения как подается кислород в этот скафандр, имеет ли он полную функцию спасательного скафандра или все же это ближе к противоперегрузочному костюму, в которых пилоты летают в верхних слоях стратосферы. То есть принцип работы у скафандра и высотнокомпенсирующего костюма он разный. И мне кажется, что в данном случае это как раз ближе к высотнокомпенсирующему костюму, это полетная одежда. но так как близко с ней не знаком, поэтому не могу говорить однозначно. Спасибо. Давайте еще примем звоночек. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Коротенький вопрос такой. А космический турист должен готовиться к полету, то есть физически? Ну, я не говорю, что всю программу, которую космонавт проходит, но что-то он должен как-то его, его как-то тренируют. Я понял, вы для себя спрашиваете, да? Вы хотели бы начать подготовку? Да. Все правильно, да, спасибо. Так. Да, безусловно, безусловно, космический турист тоже должен пройти определенную подготовку, но, чтобы вы понимали, что процесс эволюции у нас идет очень быстро, и в этих вопросах тоже. Могу привести пример. раньше космические туристы, которые летали на МКС на космических кораблях «Союз», они проходили подготовку в течение практически года. Потом они перешли на подготовку примерно полгода, и те туристы, которые планируют также к полету на МКС в 2021 году, их программа подготовки уже будет составлять около трех месяцев. Я уверен, что этот процесс совершенствования техники и уменьшения этапов подготовки, уменьшения требований к претендентам, стать космическим туристом, он, безусловно, будет дальше идти, и этапы подготовки и требования по здоровью, ограничения по здоровью будут ослабевать, время подготовки уменьшаться, и космические виды будут все лучше и лучше, и более доступные, главное. То есть мы все еще можем там, называется все там будете в хорошем смысле этого слова, хочется помечтать, принимаем еще звонок, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы хорошо объяснили, значит, первая космическая скорость, вторая, но при подлете к Луне нужно произвести торможение. Вот как это торможение производится. Так, спасибо, у меня ощущение, что у нас слушатель конструирует космический корабль, ему нужен ваш совет. Дайте совет. Да, 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 это торможение производится с помощью двигателя, то есть к Луне летит не только капсула просто по баллистической траектории, ее не просто единожды разогнали, и дальше она летит по баллистике. Это корабль, который имеется в своем составе достаточно мощный двигатель и достаточное количество топлива. корабль просто ориентируется двигателем по полету и выдает тормозной импульс, такой, который нужен для того, чтобы остаться либо на орбите Луны, либо сделать, обогнуть Луну и вернуться дальше к Земле. То есть при помощи двигателя и тем же самым двигателем, которым он разгонялся, отлетая от Земли. Ясно, спасибо. Ну давайте я уже недолго, у нас мало времени осталось, уже задам этот сенсационный вопрос, который вам часто задают, и я мимо пройти него не могу. Ну вы говорили, сэкономлю время, вы говорили в нашем печатном интервью, что вы не видели инопланетян, я имею ввиду инопланетные космические корабли, и ваши коллеги тоже не видели. Но все-таки, как вы считаете, их есть, и когда мы их найдем, если есть? Я запомнил, я запомнил, совершенно четко запомнил ответ моего друга, ученого, о котором я сегодня уже вспоминал. Так вот, он говорит, что наша современная наука не ставит под сомнение вопрос существования других цивилизаций, внеземных цивилизаций. Вопрос на сегодняшний день лишь в том, когда мы с ними встретимся. И почему лично я абсолютно разделяю эту точку зрения? Достаточно просто со стороны взглянуть на то, как менялось знание человека на самих и окружающем мире в течение двух-трех тысяч лет. От момента, что мы считали, что Земля плоская, потом, что она круглая, но в центре мира, потом, что все-таки, ладно, она не в центре мира, она вращается вокруг нашей звезды, но решили тогда, что других планет, кроме планеты Солнечной системы, нет. И вот в конце прошлого тысячелетия ученые смогли, я не знаю, можно так сказать, пощупать присутствие, доказать присутствие планет у других звезд. На сегодняшний день мы не имеем изображения ни одной экзопланеты, но мы знаем о том, что практически каждая звезда такие планеты имеет. И мало того, из-за десяти тысяч известных на сегодняшний день науки экзопланет, десять из них подходят под первые два критерия подобия нашей собственной. Во-первых, они находятся в поясе жизни у своей звезды, это значит, что в зависимости от мощности и яркости их звезды, они находятся на таком удалении, орбита удалена настолько, что если на этой планете есть вода, вода может находиться в трех агрегатных состояниях, жидком, твердом и газообразном. И второй критерий, они имеют примерно такую же массу, а следовательно примерно такую же гравитацию, как наша Земля. Дальше, по мере роста наших технических возможностей, мы будем их селектировать на предмет наличия атмосферы, на предмет наличия кислорода, на предмет наличия магнитного поля, и посмотрите сами, в нашей галактике более 100 миллиардов звезд. А во Вселенной мы знаем более 100 миллиардов галактик. При таком количестве это поиск похожий на нашу цивилизацию. огромное спасибо, да, просто мы уже ограничены со всем временем. Я хочу поблагодарить вас за эфир, хочу поблагодарить всех, кто нам звонил. Всего вам доброго, обязательно полететь еще. И, ну, говорят, 7 футов под килем, да, когда, значит, мореплаватели, а вам открытого космоса, самого лучшего. Спасибо большое, Владимир. Доброго дня. Всего доброго вам. До свидания. До свидания. До свидания.